здравствуйте я хочу тебя познакомить с прекрасным человеком но для этого давайте мы сначала пройдем разденемся и я ищу машину чтобы приехать тебя навестить и тут у нас был инсайд вообще на самом деле это не имеет никакого значения это удивит и здесь его был когда-нибудь ладушка расскажи нашим зрителям пожалуйста умоляю тебя ну потому что общество очень позитивно отреагировала на это действо горят ну наконец-то реальных начались начались реальные дела сейчас мы увидим откуда ладушка сбежала в лес что мы видим раскрывать два кровати ребятам я сейчас сижу и дизайнером обсуждаю ростовое как это называется знаешь когда подходишь видишь его цена голову вставляешь вот и это будет висеть на поляне такая флакат вот здесь быть подписано хозяйка вот здесь властелин здесь очень вот здесь как у нас там карты звучит и красавчик короба сюда надо вырисовать ладушку даню жене игоря меня мы подставим туда свои лица не свои лица реализовать получится что люди фотографии запомнили тебя в каком-то виде на например или у тебя есть съемочный где ты участвуешь в лесу ходишь и это используем здесь и люди подходят и они смогут по увидеть фотографии что вот в образе ладушки там еще кого-то никаких ты безымянных вот фигур у нас будет фотосессия команды и сейчас я делаю ростовой штук чтобы люди могли ставить лицо и у них навес на хозяйка зодчи на властелин турбодеревне кстати написать я тут работаю в ходе лица делаю раздатку ладно чё получилось ну да я может показать у меня тут гости скажи что съемка и съемка идет у нас процесса абсолютно живой процесс достаточно так и смогли надо еще написать турбодеревне у серега позитрон зоне алло я не договорился Если ты не можешь корреть, ты скажи просто, или хочешь, я скажу, потому что она к тебе не лезла, потому что она упирается, но я понимаю, что обязательно нужно проводить мастер-классы вокала, ну час, час, все репетируют. У меня есть другие занятия, более эффективные, поверь, я тебе рассказал, у тебя же не было этих пазлов, вот сейчас они появились, и ты понимаешь как, не обязательно в той площадке, это может быть, это создается просто технологическая карта, все, что гармонично. Ну я вообще думаю, что они сами себе даже помогут. Хорошо, хорошо. Так, начинаются проблемы. Ну, рассказывай, сейчас решим в прямом эфире. Мы можем прямой эфир, кстати, открыть, ладушки. Друзья, нам нужны волонтеры, только дельные волонтеры, а не бездельники, а то вам придется увидеть ладушку в гневе, это страшно. Ты сразу пугаешь? Нет, я предупреждаю, что я умею ругаться на бездельник, вообще не терплю, у меня аллергия на бездельников. Не так, давай по-другому, подожди, ладушки, смотри. Друзья, если мы о чем-то договариваемся, мы берем ответственность. Если мы берем ответственность, мы стараемся ежеминутно стремиться к самосвященному. И ты не ругаться будешь, ты будешь слегка огорчаться. Истреблять. Василий Ярослав, и бить пулеметкой. Ну это что? Пулеметом. Есть музыкальный инструмент, а ты только на гитаре? Я? Да нет, я вообще на всем. Ладушки, Вазген. Вазген сказал, что обладает возможностью Описать в текстовой литературной форме то, что происходит во множестве проектов на протяжении нескольких лет, и описать это в литературной форме, одновременно занимаясь вытачиванием рифмы различного скоростного ряда, темпорального, и он еще и музыкант, он еще и сможет это исполнить. Сейчас ты наблюдаешь... Представляешь? Ты музыкант? Вот беда, ну так балуюсь. Просто мне нравится, как он рассказывает. А как в этом нам поможет в сельском хозяйстве? Я не понимаю. Да-да-да, где волонтеры, а где музыка, казалось бы. Ну а как знать? Возможно, это самое большое волонтерство. Я имел возможность общаться с гением современности Александром Лохони. Он музыкант, играет на гитаре, дает уроки игры на гитаре. И проходило какое-то мероприятие, и люди друг с другом как-то общались. И, как всегда, несколько зон борьбы за влияние. Александр Лохони посмотрел такое же, что происходит. И мяукнул так тихонько. Там, где звуки, там и люди. И ушел в пустую комнату и начал там наигрывать. Не прошло и нескольких десятков минут, и все мероприятие собралось вокруг него. Да, это прекрасно. Что с прямым эфиром, Владушкин? Пойми, что наличие волонтеров и максимальная ресурсность и эффективность зависит от возможности ежеминутного мониторинга занятости каждого. То, чем занят. Вы обладаете такими системами? Нет, а как нам это организовать? Как нам это организовать? Организовать это установка видеонаблюдения в рабочих зонах, кухонных блоках, общий кадр стройплощадки. Мы сейчас решаем вопрос с интернетом туда. Да. Вот. Как только этот вопрос будет решен... Слушайте, у меня есть компания, которая всем этим занимается. Какая? Есть технология, которая делает слаботочку, системы видеонаблюдения безопасности. Отлично. Вот. Рассказываем... Ты их лично знаешь? Ну, это мой про один из Майпайтов. У меня с другом, у нас группа компаний есть. Смотри, рассказываю сто процентов. Там ТЗ просто нужно сделать. Слушай, мы не знаем, что надо делать. Точка известна. Выигрывает тот, кто не поленится... Вот я предложил главное. Выслать на дислокацию. Но самое главное, что оборудование нужно предложить, поскольку вы знакомы с производителями. Конечно. Задача написать им в повествовательном тексте, что предоставляется площадка для тестирования оборудования в сравнении с другим. Можно сделать. Чтобы Ладушка денег не платила. Моя задача, чтобы Ладушка как можно меньше денег платила. Слава. Ну, это круто. Можно попробовать. Можно попробовать. Вот. Потому что сюжеты пишутся, и помимо тебя это услышат другие. Это обращение как бы ко всем. То есть вот, пожалуйста, затевается шатер на 200 человек. Уже как бы есть инсайд. Да. Просто бывает часто очень люди говорят, крутой проект, а что раньше не сказали. Смотри, Влад, турбодеревни опускай в самый низ. А вот там, где сейчас ты написал, напиши там турбофермеры. Вот смотри, получается, что хозяйка турбодеревни, властелин турбодеревни. Они читают внизу, и чуть покрупнее это надо сделать. Вот. А копируй эту штуку и переноси наверх, там будет написано турбофермеры. Турбодеревни. Вот такие там. Турбодеревни. Вот так. Красавчик, дочь и хозяйка властелин. Отлично. Ну да, вот так. Вот так. Нет, воды нужно добавить. Добавьте реку обязательно. Должно быть много воды. Подожди, а мы не можем... Смотри, мне какую картинку еще рисуют. Должны быть все стихии. Земля, воздух, вода. Мне рисуют вот такую картинку. Вот, смотри. Это будет ладушка. И вот мне предлагают ландшафт. Либо такой, либо такой. Но я выбрала вот такой, потому что здесь красивая река. Вот здесь будет мой поселок Агроквест. Вот видишь, как ты интуитивно выбрала картинку, где ты видишь реку. В форме цветка жизни. Смотри, какая она красивая идет. Вот. Я буду стоять и вот так вот зазывать. Айда все ВК Полис. Вот. Так что это та другая картинка. Я не могу все запихнуть в эту картинку. Назад сделай, пожалуйста. Максим Котофеев, Вадим Ворошила. Вот здесь дорисовать еще образы летающих домов. Новых. В смысле, что новое средство перемещения в пространство. Здорово. Привет, Натвейка. Натвейка. Твои чата. Да, это мой сын Натвейка. Сынулька. Я его не видела очень давно. Да, первый раз виделся. Он привыкла к бабушке. Ну ты что прибежал? Попить хочу. Давай. Давай. Поэтому смотри. Ярослав. У меня вообще... Носки раз... Чиноски? Не понимаю. По плану было сейчас плотненько подниматься рекламой. Я буду помыть голову. И в 7 вечера у нас на дизайн-заводе «Флакон» сегодня оргсобрание в куполе у Стаса. Там будет Игорь, вся команда «Агроквест», девочка, занимающаяся волонтерами у нас. И интересные люди. Может быть, вы туда подъедете? Ладушкин. Оденьте лодочку, пожалуйста. Сейчас я тебе произнесу информацию. Сейчас модно ездить в Крым. Всем министерствам и ведомствам и регионам раздали по территориальным отделениям. Они взяли шефство. На чем? Ну, каждый регион имеет свои, там, те или иные санатории, здравницы. Министерство и ведомства тоже имеют... В Крыму? В Крыму, конечно же. Конечно же, в Крыму. И чего? Вот. Вот. И произошла знаковая встреча президента Путина с агентством стратегических инициатив. Это называется ОСИ. На Маяковке находится. Знаю, да. Курносов Юрий Васильевич сегодня там проводит мероприятие под названием «Проблемы духовности». Заговорили, наконец. Да, «Проблемы духовности». Поэтому формат позволяет вписать тебя туда, выступающий. Я там буду снимать. Сегодня? Да. Во сколько? С 7 до 9. Предлагает ОСИ. Это очень важная площадка. Если ты придешь на то мероприятие, где ты будешь и скажешь, где ты выступила, и что есть видеозапись, это будет очень правильно. У тебя есть возможность вписать между тебя там выступить? Да, конечно. Что я буду говорить? Ты расскажешь о своем опыте. Я тебя представлю, и ты вот расскажешь. Вот да, действительно, я вот только что приехал, мы решаем такие задачи. Вот тут развернуто. Вы говорите, что надо делать. Мы это делаем. Не верите? Приезжайте и проверьте. Вот в таком виде вот выступает. Ты очень хорошо смотришь все. Да, так ничего. Служу Советскому Союзу. И то, что происходит в ОСИ, так или иначе докладывается первому лицу. Первое лицо встречалось с ОСИ на предмет поддержки и реализации новых технологий, инновационных технологий. Энергетика там проходит, но не говорится автономная, просто завуалированная очень. Ты как раз и есть та самая, то есть актуально тебе там выступить. Ты мать, у тебя дети, ты реально строишь город будущего. А если мне не дадут там выступить? Еще раз тебе говорю, я тебе гарантирую. Прозвучало же уже. Я просто мужчинам так не привыкла верить. В прямом эфире, представляешь? А что это за столько мужчин с вами нет? Конечно, конечно. Вам русские женщины не могут верить, вот куда катится мир. Завоевывайте доверие наше заново. Ну что, едешь в ОСИ? Время 16.28. Да, мне надо помыть голову только. Хорошо, давай тогда стоп снято, ты готовишься и я тебя отсюда сопровождаю в ОСИ. Время 15.28. 15.28? Все хорошо. Да, выключаю и... Вы готовитесь. Ладно, расскажи про... Что в лесу. Фотографии есть? Нет, у меня плохой фотоаппарат тут. Интернета там нет вообще, фотографий не появлялось никаких. Да пока не до этого. Ну а что выгрузили в лес и куда в лес? Квартира вся в поле? В палатке в армейской все стоит, я сейчас купол собираю, все в порядке. Что с едой? Вот звонит позитрон и говорит, они достали твоя команда, которая приехала в 20 человек собирать мой мега купол, все трутся у него на кухне. Он говорит, у меня не рассчитывал на какое количество волонтеров кормить. 20 человек это 6 тысяч рублей в день. Я понял, значит, найди мешок крупы, сделай сейчас обращение. Ты сможешь это обращение сделать в оси, я смогу сделать нарезку, выложить на мобильный репортер. Вокруг поселения, где есть, как раньше говорили, зажиточные крестьяне, уважаемые люди, такие уважаемые отцы города. У них в том числе и мукомольные, и зерновые. Вам нужна крупа. Поддержки сейчас много не надо. Нужна крупа и морковь, репчатый лук. И гречка. Ну да, если накидают чеснока, капусты, будет хорошо. Ну, в общем... И классика. Ну, поэтому делай обращение. Друзья. Смотри, суть в чем, что ты, являясь руководителем, управленцем большого количества людей, сейчас за тобой, как за матерью Берегини, в лес ринулось 20 мужиков голодных. Ты, значит, их вывезла на передовую и шмыгнула сюда. Мышка наружка. Но они хотят три раза в день кушать. У тебя возникает чувство заботы о своих детях. Это же твои дети. Владушки. Влад, у тебя там все в порядке? Да. Не требуется тебе помощь пока. Я тут делаю видеообращение. Если что, вызывай меня. Я тут на прямой связи с дизайнером. У него тут важно. Отлично. Это же на самый раз получается. Итак, друзья. Я служа Советскому Союзу. СССР. Одна из трактовок. Союз Созидательных Сил России. Да. В глобальной волне России нашей матушки святой. И своим детям обращаюсь к вам с просьбой помочь мне организовать город-сад. Город будущего. Молодежный агропоселок в Сверской области между двух столиц. Нам нужны волонтеры. И нам нужна еда для волонтеров. Все остальное у нас есть. У нас прекрасный ковер из травы. У нас есть деревья, которые защитят от зноя. У нас есть речка. Полная инфраструктура. Родник. Река. Коровы с утра мычат. Петухи орут. Защита от дождя. Купол на 200 человек. Музыка играет. Защита от дождя. Да. Все условия для трудового эколагеря. Я могу с утра вам провести тренировочку по йоге, по капуэре, по бокалу, по актерскому мастерству. То есть это будет развивающий трудовой лагерь. Возвращаемся к социалистическим трудовым лагерям только 2.0. В новом формате, когда люди работают, но под музычку, под песни, под развивающие практики и под экологичное общение. Для этого нам нужен мешок риса, мешок гречки и какие-то овощи. У кого завалялись? Не, не завалялись. Смотри, должно быть уважение. Люди, даже если отжимают, это все равно работа. А свои бюджетные средства это очень тяжелая работа. Ты себе не представляешь, сколько нервов это, да и страха, потому что это все понятно. Поэтому ты все-таки с уважением. Люди каждый день под пулями ходят. Ну, реально. Вот здесь вопрос найти тех, которые срезонируют и привезут этот мешок, просто узнав. Ну, узнав, что Ладушка вывезла в лес 20 мужиков, я думаю, что сейчас всей страны будут с Ладьем посылки. На деревню Ладушки. Может быть интересно. На деревню Ладушки. Зайди в почтовое отделение и заведи. В турбодеревню Ладушки, пожалуйста. Турбофермеров покормите, пожалуйста. Мы восстанавливаем сельское хозяйство своими силами. Ну, чтобы его восстановить, нам нужны силы. Чтобы нам были силы, нам нужны простую пищу. Слушай, хорошо. Давай попробуем пойдем по другому пути. Была продана квартира. Давай обсудим и часть средств необходимых для постройки будущего дома оплатим на кормежку этих самых работников. Ну, как бы, то есть, закидывается, кто хочет, привезет. Но сейчас, на первой поры, чтобы снять нагрузку с организаторов в Тримурте, ну, действительно, 20 человек, это много. Нужно, чтобы Игорек пригнал поселковую, не поселковую, а военную кухню и самим варить. Будем, будем, сейчас все организуем. На самом деле, мне надо сейчас кучу звонков по этому поводу сделать. Поэтому я предлагаю закончить, и я начну просто разруливать насущные проблемы, иначе просто у меня начнутся конфликты. А они пусть просто наблюдают. Я уже озвучила, что мне нужно. Мне нужны волонтеры, мне нужны руки, мне нужна еда для них, а все остальное мы организуем. Строим материалы прямо там же, на горе. Там прекрасная глина, там карьер песочный, там куча дерева, лесов, сушника. Домам есть у чего построить, нужны руки просто. Людей, которые хотят состоять у истоков этого проекта, которые реально хотят что-то делать. И по тому, как они проявятся, они получат вознаграждение. Вот, допустим, я тут слушала интересную лекцию человека, который рассказывал про энергетическую валюту славян. Там не нужно было паи, не нужно было зарплаты, там просто вот человек работает в сообществе, в деревне, да. И он работает у всех на виду, и все видят, что он делает. Бездельничает ли он, или он выкладывается, думает ли он, или творит он постоянно что-то материальное или нематериальное. Вот, это все на виду, и получается, что человек был обеспечен по труду, то есть даже это не обговаривалось. Если человек реально что-то делает, то он получает уважение, почет, помощь от всего населения, и там не было капитализма, там не считалось. Там просто вот, слушай, ты так нам помог, на тебе мешок того, ты что тебе еще, лошадь, давайте я довезу куда-то. Вот это называется энергетическая валюта. Когда человек отдает сколько может, а ему просто вот в благодарность за то, что он выложился, и это все видели, это не надо даже озвучивать и монетизировать. Ему отдается дом, корова, лошадь, я не знаю, все, что ему нужно по запросу. А людям много не надо было, и сейчас не надо. hexade and Hala a a a a a a a g a d y такую a